Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – история геологической развития территории Кыргызской Республики, древнее оледенение Кыргызстана. Сегодня на уроке мы с вами ответим на такие вопросы. Что такое геологическое летоисчисление и геохронологическая таблица? Как развивался рельеф в территории Кыргызстана на геологическом этапе развития нашей планеты Земля? А также рассмотрим, как повлияло на рельеф нашей страны древнее и современное оледенение. Что такое рельеф? Рельеф – это совокупность форм земной поверхности, различных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Разнообразие современного рельефа – результат длительного геологического развития и воздействия современных рельефообразующих факторов, включая и деятельность человека. Изучением строения и истории развития Земли занимается наука, геология. Современная геология делится на ряд отраслей. Историческая геология изучает закономерности строения земной коры в течение геологического времени. Геотектоника – это учение о строении земной коры и формировании тектонических структур. Палеонтология – наука о вымерших организмах и о развитии органического мира Земли. Минералогия и петрография изучает минералы и другие природные химические соединения. Многие годы геологи, изучая горные породы, пытались определить возраст Земли. Но еще недавно они были далеки от успеха. В начале 17 века архиепископ Армы Джеймс Ашер вычислил дату сотворения мира по Библии и определил ее как 404 год до нашей эры. Но он ошибался более чем миллион раз. Определять абсолютный возраст горных пород достаточно точно научились лишь в 20 веке. Для этих целей используют процесс распада радиоактивных элементов, содержащих в породе. Биологическая история Земли начинается со времени образования земной коры. Самые древние горные породы свидетельствуют о том, что возраст литосферы более 3,5 миллиарда лет. Сегодня ученые считают, что возраст Земли 4,6 миллиарда лет. Он приблизительно такой же, как у Солнца и остальных планет Солнечной системы. С момента образования Земли облик ее поверхности многократно менялся. Материки и океаны приобретали разные размеры и очертания. Люди измеряют время минутами, часами и годами. Но наша жизнь слишком коротка по сравнению со времен существования Земли. Протяженность основных временных подразделений геологической истории Земли – Р. Сотни миллионов и даже миллиарды лет. Внутри Р, начиная с палеозойской, выделяют меньшие отрезки времени, периоды. Изученность возраста горных пород и остатков вымерших организмов позволила составить таблицу геологического летоисчисления, которое называется геохронологическая таблица. Геохронологическая таблица содержит сведения о последовательности смене Р и периодов в развитии Земли и их продолжительности. Иногда в таблице указывают важнейшие геологические события, этапы развития жизни, а также наиболее типичные для данного периода полезные ископаемые. Таблица построена о древнейших этапах развития Земли к современному, поэтому изучать ее нужно снизу вверх. С помощью геохронологической таблицы можно получить информацию о любом отрезке времени развития Земли. Я вижу это не впервые. Над сонной речкой залегли, открывшись многовековых напластывания Земли. Здесь ясно, словно на макете, видна история Земли. Ее, наверное, даже дети в два счета выучить могли. Архей. Он начался 4 миллиарда лет назад и длился полтора миллиарда. Архей делится на 4 эры. Эоархей продолжался 400 миллионов лет. В этот период активно формировалась земная кора. Начала образовываться гидросфера, появляться вода. По одной из гипотез ее могли занести кометы. До океанов, конечно, было еще далеко, но отдельные водоемы уже существовали. Еще 400 миллионов лет длился палеоархей. В эту эру завершилось формирование твердого ядра Земли. Появилось сильное магнитное поле, и планета обрела защиту от солнечного ветра. Земной шар был окутан облаками пара. А когда стал остывать, пар превращался в воду, ее становилось все больше, и озера выросли и вскоре покрыли всю планету. Лишь со временем, из-за землетрясений и извержений вулканов, суша вновь показалась над водой. В этот период появляются первые примитивные формы жизни в виде бактерий. Следующие 400 миллионов лет длился мезоархей. Самым примечательным в нем явилось появление цианобактерий. Они способны к фотосинтезу и выделяют кислород. И последние 300 миллионов лет архея — это неоархей. Продолжили развиваться бактерии. Их количество росло, и увеличивалось содержание кислорода в атмосфере. После архея наступил протирозой. Это самый продолжительный эон в истории Земли. Почти 2 миллиарда лет. Он также делится на эры. Первая — палеопротирозой. На нее приходится 900 миллионов лет. Есть мнение, что тогда случилось что-то вроде кислородной катастрофы. Его оказалось слишком много. В результате стали появляться аэробные организмы, то есть те, которым для жизни кислород был необходим. Сформировались клетки, которые содержали ядра. Формы жизни усложнялись. Вторая эра протирозоя — мезопротирозой — продолжалась 600 миллионов лет. Главное событие — появление первых многоклеточных организмов — водорослей. Зарождались мягкотелые существа — вендобионты. Вот так они выглядели. Это трубчатые организмы. Четвертый — ион фанерозой. Он начался примерно 540 миллионов лет назад, и первой его эрой была палеозойская. Это время разнообразия морских организмов. Появились ракообразные, медузы, губки и черви. Важная часть палеозоя — кембрийский период. Произошел настоящий биологический взрыв. Начали зарождаться организмы с твердыми скелетами. Из позвоночных появились рыбы, присмыкающиеся и земноводные. Растения и животные активно осваивали сушу. На земле обитали скорпионы, пауки и гигантские стрекозы с размахом крыльев до 75 сантиметров. К концу палеозойской эры в воде появились ящеры — мезозавры. Их длина достигала 70 сантиметров. Жизнь надежно и плотно обосновалась на голубой планете. Образовался суперконтинент — Пангея. А 252 миллиона лет назад началась мезозойская эра. Появились, полностью захватили всю планету, а затем вымерли динозавры. Главное тектоническое событие тех лет — это распад Пангеи. Единый суперконтинент разделился на две части, а затем раскололся на материки, которые мы знаем сейчас. В мезозой появились млекопитающие. Последней эрой фанерозоя считается кайнозой. Он начался 66 миллионов лет назад и продолжается по сей день. Особенно важен для нас его последний период — антропоген. 300 тысяч лет назад на Земле появился человек. Кыргызстан — горная страна. Более три четвертых территории Кыргызстана заняты горными хребтами. На территории Кыргызстана распространены две крупнейшие горные системы мира — Теньшань и Памира-Алай. Памира-Алай — горная система на юго-востоке Центральной Азии. Алайский и Туркистанский являются северными хребтами Памира-Алая, которые окамляют с юга Ферганскую долину. Чон-Алайский хребет — широтного направления, разделяющий Памир и Алайскую долину. Теньшань — один из основных горных систем Азии. Расположен на территории пяти стран. Протяженность Теньшаня около 2500 километров. Ширина 320-480 километров. Естественная граница между западным Теньшанем и восточным Теньшанем, лежащим на территории Китайской Народной Республики. Это вытянутый по долготе с юга на север меридианальный хребет. Отходящий от меридиального хребта на запад под прямым углом хребты Сары-Джаз, Тенир-Тоу и Бос-Кыр имеют среднюю высоту около 6000 метров. И на их гребнях расположены самые высокие вершины Кыргызстана. На гребне, протягивающей по государственной границе хребта Бос-Кыр, расположен пик Победы, являющий самой высокой точкой всего Теньшани и Кыргызстана. На гребне Тенир-Тоу к западу на 9 километров от меридианального хребта расположен пик Хан-Тен-Гри, издавна считавший самой высокой вершиной Теньшанской горной системы. Самую высокую часть Кыргызстана формирует Хан-Тен-Гринский горный узел, который сплошь покрыт льдом, как и центр всей Теньшанской системы. От этого горного узла и на запад, и на восток горы постепенно понижаются и расходятся. Все системы горных хребтов Теньшаня подразделяются на три цепи. Северная цепь Теньшаня – крупное антиклинальное образование. Протянувшиеся от хребта Китмень до Таласского Аллатоу. Она ограничена долинами рек Ильи, Чу и Талас. Кыргызский Аллатоу является вторым по длине хребтом. Его протяженность 454 километра. Высшая точка – пик западный Аламидин. Срединная цепь Теньшаня начинается от северно-западного склона Хантенгринского горного узла, от северного склона хребта Сарыджас и упирается в Ферганский хребет. Основная вещь Южного Теньшаня – это система хребта Какшалтоу, протянувшаяся по государственной границе на запад на 582 километра. Хребет Какшалтоу считается самым крупным горным хребтом всей Теньшанской горной системы. Горные системы в результате различных сложных геологических процессов от древних архейской и протерозойских эр до последнего неоген-четвертичного периода приобрели фундамент рельефа разного геологического строения. В зависимости от этапов проявления орогенических движений на Теньшане выделяется несколько геологических структур. Это Северный, Срединный и Южный Теньшань, которые не совпадают с одноименными физико-географическими областями, выделены по различиям геологической истории и строения. По геологическому строению и этапам развитие Алай-Туркестанская горная системы близка к Теньшаню, след чего эта система вместе с системой Какшалтоу объединена в общую систему Южного Теньшаня. В Северном Теньшане, в начале Палеозоя, на Палеозойском фундаменте появляются ранее калейдонские геосинклинальные впадины, которые охватывали обширную территорию южнее и западнее Зайлийского Аллатова. В конце Кембрия и в начале Ордовика начинаются первые калейдонские тектонические движения и первоначальное поднятие. В конце Ордовика, в начале Силура, в результате последующих калейдонских движений образуются складчатые зоны Сусамыра, центральной части Кыргызского Аллатова, Чонки-Миня и Джиргалана. На этом заканчивается в Северном Теньшане геосинклинальный режим. В раннем Палеозое срединный Теньшань был окраинной частью геосинклинального бассейна, где продолжались накопления осадков. В Силури и в первой половине Дивона на большей части Срединного Теньшане прекращается осадка накоплений и образуются такталыкская и житимская складчатые зоны. Верхнепалеозойские орогенические движения особенно сильно проявились в западной части Таласского Аллато и на территории хребтов в Центральном Теньшане. Таким образом, складчатая зона Срединного Теньшане сформировалась в результате Верхнекалейдонского и Герцинского орогенических движений. В Срединном Теньшане интрузивный магматизм проявился слабее и в основном связан с Герцинским движением. Южный Теньшань включает в себя системы, как Шалтоу, Ферганского хребта, Аллай Туркестанских гор и небольшую часть Чаткал Кураминской области. В Силуре геоксинальный режим охватил Памира-Аллай и огромную территорию Южного Теньшане, проявляющий в Среднем и Верхнем Палеозое орогенического движения. Герцинская складчатость образовала складчатые зоны. Кокшала, Джаны, Джера, Аллайская долина и Чон-Алайский хребет резко отличаются от Теньшанской и Аллай-Туркестанской горной системы. Чон-Алайский хребет, как северное побережье Древнего океана Тетис, сформировавшись в Палеозое, сохранился до последнего Альпийского этапа, завершения геосинклинального режима. Чон-Алайский хребет – это северный рубеж Памирской горной системы, возникший в результате последней Альпийской складчатости. Днище Аллайской долины заполнено мощной толщей мезокайнозойских осадков. После завершения герцинской складчатости на всей части Теньшаня, включая и Памира Аллая, образовался единый континентальный массив с тектоническим режимом, близким к платформенными. Длительное геологическое развитие Теньшаня в Палеозойскую эру привело к глубоким разломам, которые отделяют друг от друга северный Теньшань, отделен от среднего Теньшаня, глубоким разломам, идущим от Каратаусского хребта до Сары Джаза, названным главной структурной линией Теньшаня. А южный Теньшань отделен от среднего Теньшаня, Чаткал – Нарынским разломом. Известно, что горные системы Теньшаня и Памира Аллая в четвертичном периоде несколько раз покрывались ледниками. В результате деятельности древних ледников на высоте 1800-2000 метров повсюду встречаются такие формы рельефа, как корытообразные долины, троги, отшлифованные скалы, креслообразные кары, цирки. В результате многолетних исследований ученых установлено, что горные системы Теньшани и Памира Аллая от начала четвертичного периода до нынешнего времени подвергались трехкратному оледенению. Первое оледенение возникло по причине появления высоких гор. В результате усиление тектонических движений в конце неогена и общепланетарного похолодания климата. Следы и скульптурные формы первого оледенения плохо сохранились. Исчезновение их связано с последующими оледенениями и процессами разрушения. Период второго оледенения, охвативший более обширную, чем прежде, территорию, его называют максимальным оледенением. Ледники этого периода во внутренних районах Теньшани носили почти покровный характер, а в отдельных, еще нераштлененных и высоко расположенных на горных долинах Сарыджас, Аксай, Сусамыр, Алай, Арабель, Кумтор заполняли всю долину. Снеговая линия того периода была ниже современной на 800-900 метров на окраинных хребтах и на 300-500 метров на внутренних территориях. В послеледниковый период интенсивность тектонических движений считается, климат вновь становится более теплым. Ледники растаев отступают, увеличивается мощь текущих вод. Третье оледенение началось в современный период. Это оледенение также началось в результате усиления тектонических движений и общего похолодания климата. Но это оледенение не достигло размеров предыдущего и наблюдалось в пределах современных долин. Следы последнего оледенения всюду хорошо сохранились. Ввиду того, что высота горных систем и расчлененных их склонов была близка к их современному положению, в глубоких ущельях возникли разветвленные крупные ледники двентритового типа, но их концы не спускались ниже 2200-2500 метров. В то время в верховьях Сараджаза держали ледники длиной 70 километров, на Ингельчеке 110 километров. Отступление ледников было неравномерно. В зависимости от циклонов изменение климата, быстрое отступление, прекращаясь, сменяясь небольшим ростом. Затем вновь быстрое отступление. И таким образом, после нескольких стадий, ледники достигли современного положения. Арсений Владимирович Шнитников доказал, что ледники Тиньшанских и Памирских гор прошли 8 стадий отступления. И продолжительность каждой стадии составляет 1850 лет. Он является основоположником теории многовековых колебаний, увлажненности климата, материков и циклического развития горного оледенения. За это он был удостоен золотой медали имени Прожевальского географического общества СССР. Ребята, давайте с вами закрепим то, что мы с вами прошли на уроке. Как правильно изучать геохронологическую таблицу? Правильный ответ снизу вверх. Сколько выделяются геологических структур в зависимости от этапа проявления аэрогенических движений на Тиньшане? Правильно, три. Это северный, срединый и южный Тиньшань. В какой ветви Тиньшаня относятся хребты? Северный Тиньшань. Сколько раз территория горной системы Тиньшаня и Памира Алая подвергались оледенению? Три. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова